Рак 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 Нужно немножечко, короче, обновиться. Мажу голову кастровым маслом, насколько это возможно. Сейчас бороду будем приводить в порядок. И поедем, поедем с новыми пи, так что ждите, ждите. Как вы видели, 16-го числа уже откроется релиз. И вас ждет еще сюрприз через неделю, так. Позже. Я в целом ничего, достаточно измотал. Работа над этим пи, как ни странно. Наверное, самый замороченный был релиз из эпишек, именно, да. Потому что фильм треков вроде немного, но, в общем, все зависит от того, как к ним подходить. Список тура, к сожалению, я не понимаю, что с ним происходит. В плане того, что он постоянно просто обновляется список городов, меняется, да. Поэтому, в общем, пока финальный какой-то результат у нас на руках не будет, то, что, так я и не смогу вам анализировать тулы, иначе получится какой-то бред. Приходится постоянно перезаливать инфу. Почему у меня такие... Что, я тебе тут мешаю? Потому что, блин, это на самом деле очень долгая история. И если бы кто-нибудь задал мне этот вопрос в интервью, я бы на него развернуто ответил. Очень долгая и не очень, наверное, хорошая. Ну, то есть, вряд ли тебе это будет. На самом деле, ты пожалеешь, мне кажется, что я тебя об этом спросил. Типа, такое. Я сейчас про зубы просветил. Почему они маленькие? Они остались у меня такие же, как были в детстве, примерно. Еще у меня, наверное, последний молочный зуб выпал в 21 год. Что? Серьезно. Врядно? Да. Это очень... Он только что спрашивал у меня об этом, я ему рассказывал историю. Про маленькие, да. Но я... Это слишком долго. Они прям маленькие, как у Мишели. У нас в ней одинакового размера, 2-3-2. Да блин, я только что рассказывал. Сейчас я тебе скину фидеадрес. Подожди секунду. Я только что рассказывал... Что? Блин, он задавал вопрос. Нет, перейдь сидит, пишет просто смс. Ага. Задавал вопрос про трезу? Нет, про трезу. Йо, всем привет. Долго не... Давно не вел прямых эфиров, короче. Вот. Расплелся тут на время. Голова отдыхает. Скоро в тур. Будем разъебывать. Че, кто готов к релизу? Кто вообще ждет? Здорово, Нурлан25. Ты как самый активный подписчик. Здорово. Должен понимать, что скоро у нас все будет шикарно. Че у нас там на повестке дня? На повестке дня у нас релиз. Который наконец-то записан. Я вот вчера ночью добил последний трек, в котором нужно было сделать несколько изменений. И теперь релиз звучит так, как я бы хотел. Дальше уже будем слушать и оценивать, насколько он вышел таким, каким хотели его слышать вы. Всем привет. Привет. Вы должны понимать, что вы так быстро пишете, что я не успеваю отвечать на ваши сообщения. Привет в Ростов обратно. В принципе, я могу сказать, что большинство из тех городов, которые были указаны вами в желаемом списке, так сказать, городов, в которых я побываю в туре, я учел вместе с моим концертным директором Русланом. По возможности постараюсь заехать везде. Вот. И достаточно сложно. График будет самый тяжелый, наверное, за всю мою жизнь, за всю историю моего концертного. В принципе, моей концертной деятельности. Так, тут уже вот вопросы про Новосибирск. Я не смогу сейчас... У тебя есть, да, и проявился так, картинку со списком городов. Сейчас я сюда. Там про Новосиб спрашивают просто месяц. Только не дату. Сейчас скажу. Вон, Новосибирск я его уже видел. 16? Ну, бля. Просто дата может поменяться, поэтому... Короче, в мае. В мае. Да, в середине. В мае Новосибирск. Вологду. В Вологду хочется приехать, но... Я пока не понимаю, в какой промежуток времени ее засадить. 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 В Питере. В Питере у нас завершение тура это Питер и Москва как раз подряд. Это конец мая. Так или иначе. Так. Привет из Новосибирска ждем май. Отлично. Я тоже жду май, потому что в мае кончается тур. Да. В Пензу. В Пензу. В Пензу вроде там нет. Точно нет. Точно нет. Тамбов. Мы видим. В общем, я сохраню обязательно эту трансляцию и скину ее своему концертному директору и все. Киев будет. Но, а кстати, когда у нас Киев? Сейчас. Саня спрашивает. В мае в начале. Киев в начале мая. Какой Саня? Ну ты его не знаешь. Концерт в СПБ, концерт в СПБ, как я и говорил, в самом конце тура. Это будут последние числа мая и Питер и Москва подряд. Как ты спрашиваешь? Я не то, чтобы очень плохо, но и не то, чтобы был способным сейчас ответить. На этот вопрос, потому что все сложно. Да, это уже, наверное, миллионный вопрос касаемо моей жены. И я уже устал от этих вопросов. Но, в общем, люди расходятся. Все люди взрослые и должны были, в принципе, сами понять, что мы, в принципе, больше не живем вместе. Вот. Мы расстались ввиду некоторых обстоятельств. Вот. Но я думаю, что это не так страшно. Как минимум, это не критично, не катастрофично. Я надеюсь, что у нее все будет хорошо. И я даже в какой-то степени постараюсь этому поспособствовать. В любом случае, все люди друг другу не чужие. Так что, бам, топим за мир везде и продолжаем двигаться дальше. Вот так. Салют во Владивосток обратно. Кстати, скоро заедем обязательно во Владик. Во-первых, в туре. А во-вторых, у нас там сидит маленький друг Тинал. Маленький друг. Да, да, да. С Таиланда. Да, несомненно, главные это дети. В принципе. С Таиланда. Это Сережа, кстати. Я об этом не думал. Совершенно об этом не думал. Спасибо большое. Так, что-то еще было интересное, что я хотел рассказать ребятам, но у меня почему-то вылицело из головы. Блин, у тебя через два дня выступление. Я забыла про него. Где? На черт каникулы. Вспомнил, вспомнил. Блин, я с удовольствием бы что-то сказал по поводу того, что вы мне пишете, но у вас такие вопросы, на которые сложно ответить. Я зашла на ваш прямой эфир с надеждой, что тут, наверное, говорят на английском, но оказалось наоборот. Но если вы хотите, мы можем говорить в английском, если вы хотите. Да, мы можем говорить в английском с вами. Так, нет проблем. Качай мне отсюда. Нет проблем. Качай мне отсюда. Как это? Через пару дней во всех соцсетях выйдет официальный анонс тура, в котором будут указаны все города. Но, насколько я знаю, они все тоже будут с возможным, с возможностью изменения в датах и в городах. Но я так понимаю, что скорее в плюс, чем в минус. По поводу социума или солнца. Это был всего лишь фристайл. Я никакого трека вокруг этого раздувать не хотел. Во-первых, я даже не помню, что это был забитый, не факт, что это мой. Может, это просто что-то играло с компа. Так, дальше. Что-то будет еще конструктивное у вас по вопросам? Когда думаешь клип на Люли дробить? Я не думаю, я знаю точную дату, когда он выйдет, но я вам этого не скажу. Что? Какого хуя? Ну, он же уже сказал об этом. Я могу только год тебе сказать. 2019-й. Косички отдыхают, Ниггер, мне нужно передохнуть немножко. Ты не представляешь, как башка устает? Да, не ты же обрабатываешь ему ромашкой голову. Жесть. Он у меня в ватных дисках весь сидел. Клипы на старые треки стоит ждать тогда, когда у меня будет достаточно бабок, чтобы я мог вливать старые треки, Ниггер. Как спросили у Жака. Поклонники в Макдональд. Еще так мало денег. Еще так мало денег. Так мало денег. Любишь ювелирные украшения? Ну, поскольку, поскольку. Жак, ты делал качественное музло, что ты сейчас крепишь, когда Дориан Грей 2. Но ты мне, может, сейчас как-то более конкретно предъявишь за какое-нибудь некачественное музло, которое я выпустил за последнее время, дружище. Кстати, как вам клип «Молодой король»? Давайте уж раз тут собрались знатоки нашего творчества. Я пять минут назад говорил об Оксане, и если бы ты зашел чуть раньше в эфир, я так бы услышал, я не собираюсь отвечать на этот вопрос каждые две минуты своей жизни. Салам всем, салам. А вы слышали вообще, что у господина Андрея Меншикова, а.к.а. Леголайза, который, как он утверждает, не знакомый с моим творчеством, выходит альбом «Молодой король». Аксель говорит, я вскрылся, видимо, с названия альбома «Лиги». Наверняка. Да, врача. Бывает. Не всегда, не всегда удается, короче, попасть в точку. Есть такое. Ой, я подумала, что этот трек... Чел с моим никнеймом и с моей аватаркой спрашивает у меня, кто я. Очень забавно. Да? Ну, у него, да. Дон Бенуаден и моя флотка. Кто? Может, он, собственно, меня спросит? Клипы Бонжа, Жак, качественные, цвета в клипе классные, мне понравилось. Трек, клип. Все, кажется, видно, что работа над этим. Я теперь над всем работаю. Так, поэтому так долго вы материал у меня не получаете новый. Ты можешь, когда я закончу эту трансляцию, посмотреть ее с самого начала и там, собственно, все ответы на твои вопросы будут. Так, в Тбилиси, когда, да, сохранил. Кальян не люблю. Кальяны Джига любит. Джига любит кальяны. Можете подхватить себе тубик. Чего? От кальяны. Ну, это смотри, а где его курить? Понятно. Привет. Вот Нурлан говорит, что потом Лига дропнет в Дориан Грейт Ри. Какой любимый скинчик или сериал? Не, на самом деле, в случае с альбомом Легалайза и с тем клипом, который мы сделали, я думаю, все-таки, что это больше совпадение, чем какая-то закономерность, но просто, типа, по меньшей мере это забавно. Давай скидывай, Леша, ждем, ждем. А что он его скидывает? Ну, сказал, скидывай кое-что вечером. Обнял, давай, тебе тоже. Обнял, приподнял. Почему вы пишите, приеду ли я в Казахстан, если я там был, говорю, два месяца назад? Ну, полтора-два, как-то так. В Караганде, в Эстонии и где-то еще. В Алма, в Алма-те. как считаешь, надо ли получать высшее образование? Спорный вопрос. Кому-то необходимо жизненно, кому-то наоборот во вред скорее может сыграть, но в основном все-таки необходимость. потому что тех людей, которым высшее образование не нужно, чтобы к чему-то прийти, гораздо меньше тех, кому оно спасает жизнь зачастую. Будь держим домой. Жак, салют, был у тебя на концерте 4 ноября, победитель конкурса и 29 декабря в июне пришло. Значит, жду тебя на следующем концерте в Москве в мае. На миноле? Нет, нет. Когда в Красноярске просто в начале твоего творчества я потел прямо от твоих треков не послушал в Дорого. У меня упало то же самое. Во-первых, все, что касается трека города, ой, Дорого, вернее, альбома, хотел бы удостовериться, что вы вот здесь направо хотел бы удостовериться, что вы все слушали во-первых, правильную версию этого трека, этого альбома, потому что я стопроцентно уверен, что это фейк, который вы послушали, то есть в том плане, что в свое время возьмите iTunes слил в интернет демо-версии альбома, а не чистовики. И вы, как идиоты, полезли качать его в ВКонтакте, если бы вы не были такими, не побоюсь этого слова, с купердяями, то вы бы зашли в iTunes, на Apple Music или в Google Play и купили бы лицензионный альбом, в котором все треки круто сведены и с американским хорошим мастерингом, с другими битами совершенно, в некоторых треках даже тексты другие, потому что вы, короче, слушаете ебаный фейк. Хотите слушать музыку, блядь, скачивайте ее с iTunes и не воруйте, не воруйте мою интеллектуальную собственность. Тогда может быть и претензий у вас к моему творчеству будет гораздо меньше. Ладно, все дело.